Поставить точку в желании бросить курить одним поможет собственная сила воли, другим потребуется помощь специалистов. В центре профилактики Видновской районной клинической больницы состоялась горячая линия связи с населением. По телефону 541 38 33 мог позвонить каждый, кто желает бросить эту вредную привычку. Курение способствует возникновению различных заболеваний дыхательной системы, говорят медики. Причем пассивные курильщики подвергаются еще более серьезной опасности. Пассивный курильщик вдыхает те же самые вредные вещества, что и курящий, и некоторых веществ даже еще больше. Пассивный курильщик вдыхает табачный дым, все эти вредные вещества. Все канцерогены, все соли тяжелых металлов, которые содержатся в табачном дыме, они оседают на поверхностях. И если не тщательно проводить уборку, не проводить влажную уборку дома, на работе, то происходит вторичное уже попадание этих веществ в легкие. Дежурившая у телефона главный врач Центра медицинской профилактики Лидия Козлова советовала звонившим, а чаще всего это были близкие активных курильщиков, как помочь своим родным бросить курить или, по крайней мере, сделать собственную жизнь безопасной рядом с человеком, зависимым от курения. У меня муж курит уже много лет, и я в последнее время стала замечать, что я начала кашлять. Он у меня не кашляет, а я вот кашляю. Может быть, это как-то связано с его курением, и что делать? Ваш муж должен перестать курить дома, потому что пассивное курение – это еще более сложное курение, чем когда человек курит активно. За час работы на горячую линию поступило шесть звонков. Каждому был дан исчерпывающий ответ и оказана необходимая консультативная помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!